Девчата, ребята, девчата и джентльмены, привет! С вами Кривый Репортаж Искренний Ваш. У нас сегодня очень снежная Москва, очень красиво и тепло. Наверное, ну, плюс два, может быть, плюс один. Тепло, хорошо на улице. Москва вообще вся стоит. Вот если навигатор, ну да, смять в кучку. Видно, видите, там сейчас. Вон, вся-вся-всё красное сплошняком. Вот, Москва стоит, и мы стоим. Марик меня забрала с работы. Да, время 18.54. 19.51, где я не буду ездить? Ну да, через час, потому что уж очень сейчас, да, тяжеловато будет ехать. Да, ну, это аварии были, не знаю, может быть, растащат, пока мы доедем. Ну, у нас, например, вот у меня коллега Антон, он вообще на летней везде не ездит. Вот, Останкинская башня. Видите, чуть-чуть подсвечивается, когда нет тумана, очень красиво. Прям вот, реальная красота, прям голограммы всякие интересные. Ну, красиво, да. Помнишь, прикол, машины стоят на обочине, там съехавшие, а одна, другая, там, уехали. И, например, смесь любителей летней резины. Вот, да, типа того, да. Красиво, 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 создает немножко новогоднее настроение. Ну, вот, видите, девчата, вот проезжаем, вот там, вот. Виден храм? Храм, я не знаю, мне кажется, не очень. Ну, вот там пруды Останкинские, храм, и, видите, вот, ну, прям вот снег, 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 полно снега. А что это М ставит, вот, скажи, М? Тут же не метро. Я не знаю, что такое М. Ну, как метро, вот. Хотя тут же не метро. Нет, там нет метро. Но ничего не украшено. Вот так вот проезжаем, вот Останкино, казалось бы, да, должны елки поставить. В прошлом году были прям гирлянды, висели во все. Ничего не напоминало. Чтобы ничего не напоминало людям о веселье, да. Чтобы не было ощущений праздника. Оно не для того, чтобы экономить. Смотри, какие лучшие поднимаются. А я снимаю, да, я показываю. Видно, да, вообще? Да, 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 видно. А вот здесь, раньше, не знаю, ездишь или нет, вот на вот этих путях, которые... Ты имеешь в виду вот это вот? Да, да, выходил, какой-то, сосновый, да? Фуникулер, да. Не, ну... Иногда, иногда и ездит, да, редко. Там интервал очень большой, это метро. Да, ездит, да? А, так это метро? Конечно, конечно. Сколько езжу, но знаешь, что ты ездишь. Пару раз вот я с работы выходила, я видел, ездили, да, нормально. Что за метро такое? В общем, уставшие. Не знаю, ждем ли мы Новый год. Ну, конечно, ждем, но для нас это повод отоспаться. Это просто вот 3-4 дня, в которые можно без будильника просыпаться и чувствовать себя немножко по-человечески. Уставшие жутко, просто жутко. Такое состояние, знаете, девчат, как, наверное, как вот в киселье, еле-еле ногами, руками передвигаешь, мобилизуешься только на работе, а вот когда выходишь с работы, уже так не усталость, и так вот. Что-то не как вот, да, раньше. Но с другой стороны, надо себя настроить. Новый год, жизнь идет. Хотя, в принципе, вот у меня сегодня настроение нормально было. Вот целый день там, и вчера, в общем-то. Я не скажу, что оно прям суперновогоднее, но Новый год ощущался. Особенно, когда мне звонили курьеры, которые привозили заказы, заказанные мною в доставку, подарки. Немножко было. Покажи сзади коробку. Да, где там? Я не вижу. Вон они. Вот там, девчат, ой, если смогу. Вот там в коробке, знаете, что заказали? Кофемолку. Ну, это мне, маленькая, заказала кофемолку с МЭК. Вот. Ну, потом покажешь. Да, да, да. А еще нас ждет сегодня хлебница. Ее забрал Абдула. Посмотрел, принял. Курьера он привез туда по адресу. К Абдуле на квартиру, где он работает. Потому что принять было некому. А я не знала, буду я на месте сегодня или нет. Ну, я заказывала ее раньше, а это уже позже немножко. Ну, просто раньше привезли. И одну забираю в одном месте, да, а другую приходит туда на квартиру. И сегодня посмотрим еще нашу хлебницу. У нас девчата была вообще как член семьи. Он, знаете, он забирает все наши вот эти вот посылки, которые к нам приходят. Ну, как посылки? У курьеров заказывали. Стол мне в мастерскую привезли, новый заказали. Потом, значит, что там еще заказывали? Да, все, что угодно. Все для быта. Запоминай ночам, да. Я сегодня, наверное, не успею, но в Альберис пришли носовые платки. Какие-то коричневые. Ну, не знаю, успеем мы или нет. Ну, поеду должны. Должны. Главное припарковаться, потому что надо будет забрать. Вот. Скоро на подходе лейка для цветов с опрыскивателем. Такая была акция хорошая, 200 на 50 рублей, по-моему, зелененькая такая, литр. Нормально литр? Или надо было больше? Не, не надо больше, у нас мало цветов пока. А, поэтому литровую. Там было полтора-два литра. Ну, думаю, цвет как раз зеленый подойдет. И как раз там акция, она так стоила, это лейка, рублей 600, а так 200. Ой, девчат, мы в Ашане видели кокос. Две, по-моему, 2400 стоил такой огромный метровый. Нет, не метровый, это, наверное, метра полтора. Прям вот из, как бы, из плода кокоса, ну, вот этого такого волосатого коричневого, не молодого, а такого, ну, из корлупы. Прям побег вот хороших таких листьев пальмочком. Вот. Хорошо загуглили, почитали. Очень яркое освещение, нужная постоянная температура тропическая. Да, там прямо столько с ним возится, красиво, да. Можно купить. Ну, у нас освещение, надо какую-то искусственную лампу специальную покупать. Ну, в общем, нам не хватит света, у нас не подходит нам. Да, но выглядит классно. Я вот на что люблю вот такие, знаете, не цветущие, а вот именно, что только лиственное растение. Ну, вот кокос, а с другой стороны, вот его же надо пересаживать, там очень маленькая емкость, в которой он продавался. Вот такая, допустим, ведерочка, да, и там вот такой кокос, который чуть ли не больше этого ведерочка. Там надо пересаживать его что-то более большое, то есть это ты еще берешь землю, берешь дренаж, там всякие разные удобрения. Вот, потому что в этом ведре не пойдет. Он нежный, ухаживать за ним, лампы надо еще купить. В общем, нет смысла. Я совершила давно, давно очень большой глупость, я купила карликовый мандарин. Это небольшое деревце, буквально полметра, и оно все усеяно было мандаринчиками. За какие-то прям немыслимые деньги, но около пяти тысяч, по-моему, стоила вот эта вот кадочка с этим мандаринчиком. И как только там закончились недели через три удобрения, которые были изначально насыпаны туда, и все. И у меня он начал чахнуть, этот мандаринчик, и погибло деревце. Слушай, а мандаринчики были, что ли? Да, да, были, были мандаринчики. А то такое длинное дерево с мандаринчиками у нас у начальницы в кабинете стоит, тоже подарок, дерево с мандаринчиками, оно небольшое. И прям растет хорошо, да? Да, и там были, ну как, там были мандаринчики. И я хотела попробовать, потрогать один, он у меня в руке остался, ну, пришлось съесть. Кисленький такой, вот прям кисленький, кислогодкий какой-то. Ну, он же такой, он же не для, он же декоративный, он же не для еды. А кто-то другой, ну, он достаточно сочный был, а кто-то пробовал тоже с этого дерева, попался наоборот. Вот тут сухой какой-то такой, знаешь, вот какой-то апельсин суховатый, вот такой. Ходили в кабинет начальства, уравили мандарины. Нет, а я потрогала, а у меня в руке остался. Я говорю, ну, я съем. Ага. Чего пропадать, да, друг? Конечно. Чего ж нет-то? Конечно. У меня в детстве был случай, значит, что-то мы с девчонками, маленькие были, ну, может быть, лет по 10, по 12. Что-то мы решили сходить к одной нашей подружке на день рождения, а, ну, жили-то все небогато, и вроде как неудобно было у родителей денег просить, там, что. А было как раз вот август, конец августа, ну, почти как у меня тоже день рождения, там, разница несколько дней была. О, нет, раньше немножко было. Вот. И мы что сделали? Мы пошли ко мне на дачу, нарвали зеленых яблок, еще не созревших. Вот. Пришли к магазину, были магазины, помнишь, специализированные, булочные назывались. Вот просто булочные, там вот только хлеб продавался, да, хлеб и крупы. Вот. И мы около этого магазина сели, короче, расстелили картонку, высыпали эти яблоки незрелые и врали всем, что это Антоновка. Продавали. Продавали, да. Ну, мы смогли, так продали, продали, да, и купили. Был такой китч, какие-то там в немыслимых позах всякие коты разные из-за папье-маше, ну, типа копилка. Вот. У кооператоров купили. Помнишь, кооперативы были? Да, да. Вот. И там купили копилку и подарили девчонке на день рождения копилку. Хотя, зачем 12-летнему ребенку копилка? Ну, как бы, не знаю. Ну, наверное, нужно было. Наверное, мы сочли, что человеку нужна такая вещь в хозяйстве. А, вот история, вот помнишь? Я обещала рассказать историю с детства. Это уже одна из историй, когда, я говорю, давайте займемся, ну, как тогда не бизнес назывался, а даже, наверное, их называли спекулянты. Ну, я как-то называла это по-другому, я не помню. Ну, наверное, что-то вроде бизнеса. Вот, говорю, давайте нарвем на огороде своих родственников, родителей там. А у меня бабушка где жила? Там всех огороды были. Все, что можно, выложим на газетки и будем продавать. Вот. Ну, выложили и стали выкрикивать. Ну, там, это столько-то стоит, это столько-то стоит. Вот, никто не брал. Потом я помню еще, говорю, ну, возьмите хоть бесплатно. Помню. Люди подходили, там смотрели, кто-то что-то брал. Вот, потом доложили бабушке моей. Меня забрали. Опять влетела, да? Да, ругали. Ну, что ты, ты позоришь? Что это за продажи тут устроили? Вот. Так что город был маленький. И, кажется, у меня... Все бизнесмены на виду. Да, все бизнесмены на виду. И это не очень-то вот так. Ну, мне папу знали, там, многие-то водители. Других родителей тоже знали, но моего папу знали. Ну, все практически там, да? И бабушка, естественно... Ой, кстати, вон идет, смотри, быстрее снимай. Вот, мы говорили про него, он едет. Угу. Вспомнили, вот, по имени. Угу. Вот. А и меня уволкли, можно сказать, оттуда. Да ты чего позоришь? Ну, такой был, Аня, несостоявшийся бизнес. Ну, да. Видимо, это не мое. Вот такие истории с детства. Наверное, у каждого был такой бизнес маленький. Кто-то чем-то торговал, покупал. Это был, да, знаете, какой... На листике от березы. Да, это был год, по-моему, то ли 88-й, наверное, там. Не знаю точно. У меня, наверное, 8-й было. 9-й тоже. 8-й, 9-й. Угу. Так-то, ну, так. Да, девчата, мы пока вот в пробке стоим. Ну, сейчас поворачиваем. Тут, видишь, для автобуса было выделено. А он проехал, но здесь застрял тоже. А там, не знаю, там, по-моему, нету, да, справа уже выделено? Там вообще, не знаю. Непонятно, не помню. Я здесь сзади. Машина пытается общинаться. Мы тут пока постоим, а вы не скучайте. С вами был Кривой Репортаж. Искренне ваш пока.